всем привет ребят привет поближе сегодня у меня в обед когда я пришел то обнаружил посреди двора бегающий маленький утеночек сразу пошел заглянул под тех уток которые ну то есть последние сидят у меня сидит ну то есть два гнезда уток и в общем у них начался выезд посмотрел под одну там несколько утят и посмотрел под вторую там тоже несколько утят в общем сейчас я их соберу и мы их всех отнесем той черненькой уточки которая нянчит утят от тех двоих уток которых я выгнал и своих то есть она их все хорошо приняла уточка добрая спокойная и в общем сейчас я их всех соберу в общем вот так совсем немножко утят всего семь штучек два штучки забрал под одну под двумя уточками и яйца все забрал у них подложил под уточку которая сидит сама и 5 штучек утят вывела та вторая уточка там еще много яиц проклюнутых но так как уже скоро вечер то ну то есть ночь что вот этих всех малышей я сейчас отнесу на второй двор и посажу под ту красавицу ну пойдем посмотрим что творится на том дворе в общем пришли мы к мамочке я предварительно у нее поубирал подстелил нового сена у нее сухенько и вот сейчас мы с вами посмотрим как она будет реагировать на новых малышей которые сидят в ящике как вы помните у нее 33 утенка на данный момент в прошлом видео про нее мы их пересчитали и она всех очень хорошо приняла здесь 12 кряколок 2 мур муларда и остальные 18 вроде или 19 я точно не вспомню ну в общем я их просто рассчитал их вроде 33 штучки сейчас мы принесли еще 7 штучек у . очень хорошая мне писали зря я хочу убрать черных но на самом деле утка очень большая ну это как вы знаете у меня уточки сами по себе меленькие ну не крупные там не линии какие-то из германии саксонии там или еще откуда-то обычные индоутята местные и я как говорил буду убирать всех маленьких но как послежу за своими утками у себя во дворе то замечаю что маленькие на самом деле у меня только белые то есть скорее всего я уберу ну начну убирать самых мелких и уже посмотрю может даже я ставлю черных будут белые селезни поэтому белые утята на следующий год будут белых я держу из-за того что ну то есть не держу а хочу держать из-за того что у белых селезней и уточек ну я имею ввиду белой птицы при ощипывании тушек очень красивая тушка даже если вы ее начали ощипывать в леньку в общем уточка защищает свое основное стадо она этих малышей на писк вроде немножко реагирует но боится бросать своих маленьких тех ну давайте сейчас мы ей отдадим они конечно же пойдут к уточке в кучку если она приняла прошлых то должна спокойно принять и этих так что будем на это надеяться здесь вот три будут черно-беленьких вот пошли пошли к маме вот ножки еле шевелят еще не сильно ходить умеют но понимают что нужно бежать к маме так и вы два а эти два хотят обратно залезть ящик нужно их немножко так отсадить ой мама нервничает нервничать вот пошли пошли эти два пошли 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 давай тебя посадим это кстати пепельный очень маленький утеночек а это светленький будет тоже пепельный эндоутята когда они крепкие ну то есть они водятся они такие как мышки постоянно ну то есть голову поджимают тут прячется бояться и значит видно что они вывелись такие здоровенькие в общем здесь теперь 40 штук но этот пример мы тут точно нужно будет пересчитать когда-то но не знаю сможет даже и не надо в общем он посмотрите а вот это это будет коричневая или крякалка или скорее всего это будет даже мула потому что голова вот коричневый головкой крутит голова очень похожа на мула да я не знаю это есть или из крякалок ну меня спрашивают почему я своих уток называю крякалки потому что мои утки это помеси разных крякающих пород поэтому не могу говорить что это там какие-то или стар 53 или голубой фаворит или степная утка это просто крякалки утки которые крякают отличаются от индоуток потому что индоутки молчат в общем я на ну сказать более чем уверен что эта уточка не будет обижать вот этих маленьких и завтра те которые выведутся их там тоже будет наверно штучек 6 тоже отдам ей то есть вот получается что второй сезон видео индоуточкой 45 утят у меня есть такое видео его посмотрели почти 2 миллиона человек еще где-то неделю может до дней 10 и на том видео будет 2 миллиона просмотров я конечно в шоке с таки вот такого количества если вы еще не смотрели я могу оставить ссылку под этим видео кому интересно посмотрите в прошлом году у меня белая уточка водила 45 утят и это было круто ну это будет водить примерно такое же количество ну раз мы с вами находимся на этом дворе давайте я вам покажу курочку курочек с карликовыми цыплятами я у них еще не убирал вот так открыта дверь и они целый день гуляют то есть они вот так выходят сюда и под трактором здесь ходят я вот даже им сыпал дробленки сюда ванюшка понакидал полный прицеп уже веток говорит пап я уже почти навел порядок то есть вот те которые ветки покрупнее он рубит и складает вот здесь говорит это нам будет на шашлыки так как это от слив ветки то как раз на шашлык то что надо и вот посмотрите ребят последние несколько недель ну наверное не неделя несколько ну наверное уже одна неделя точно мои гуси открыты то есть после пяти часов я как прихожу в пять часов я их открываю вот с этого загончика где у них вода и они вот так ходят туда в огород пастись так что сейчас на вольных хлебах гуси стали спокойнее меньше орут они вот такие еще конечно общипанные но скорее всего что они уже начали линять так как линька начинается в три месяца и а им уже девятого девятого числа было как раз три месяца есть конечно несколько наверно трое точно не скажу но скорее всего три гуся которые все-таки щипаются щипают перо друг у друга то есть и их можно не вычислить потому что они самые не ощипанные ну а так вот нам вообще гуси очень крупные выросли если сравнить он один хамает непонятно почему он хамает очень давно вот сзади идут крупные гуси вон два гуся и они уже почти сравнялись с ними а им всего три месяца то есть может даже там повредил ногу вонял так загородил и в общем вот так они ходят пастись вот туда в огород далеко не уходят потому что там высокий высокая трава и они к ней подходят пазутся и листочки едят и виноград обрезают нужно будет уже его обрезать но в общем им здесь очень нравится потому что все таки на траве а гуси это птица которой нужна трава вот еще хотел показать ванюшка вот так рубил здесь вот эти все деревья он говорит нам не на чем сидеть и они вот со своим другом с олегом смастерили себе лавочку в копали те же два пенечка которые отрубили от толстой сливы в копали их взяли взяли доску вот и прибили гвозди он знает где в доме лежат так что вот вот эти вот сливы которые он рубает вот еще кучка осталось здесь по убирал говорит пап я по убирал чтобы гусям было удобно ходить думаю слава богу вот здесь было очень много слив кто не видел можете посмотреть старые видео их очень хорошо видно но я вам еще хотел показать карликовых курочек которые водят цыплят вот они все умостились уже спать вот наверх и они до сих пор прячут под крылышки цыплята уже большие петушки петушки уже кукарекают вот гребешками вот такие уже светушки в большие сегодня они нагулялись и ну по наедались не знаю что там они на улице ели но в общем толстенькие не как обычно прям хорошо по наедались вот такие красавчики есть поменьше цыплятки есть побольше можно свет включить быть немножко лучше видно не упал в общем пока поснимаю 10 минут и день закончится потому что уже темнеет притом так быстро сейчас 7 часов будет темно ну в общем вот такие красавчики цыплятам я жюри уже третий месяц а курочки не собираются и бросать ходят с ними тут туда как разговаривают в общем все не хорошо знаете если кому-то нужны цыплята карликовые то желательно если покупать у меня у меня купите например петушка или курочка где-то в другом месте им сожителей ну то есть напарников а те вот которые не летают они садятся в гнездо которое я положил чтоб не сесть курочки но они курочки не несутся в общем эта малышня садится здесь то которая не умеет летать вот вот как выглядит два лысых смотрите как выглядят лысые один и второй они сейчас будут слетать в общем скорее всего что они не по своей воле такие лысые скорее всего немножко щипают другие цыплята но они сами по себе не сильно хотят обрастать у меня спрашивали где они будут жить такие лысые ну что-нибудь придумаем какое-то теплое место сейчас его нужно спустить потому что он вообще лысый и если он будет слетать то он упадет просто потому что ему нечем махать а так вот вот такой лысый цыпленочек полностью лысый все вот так еще просили показать цыплят у которых сросшиеся пальцы на лапках у те два старших две старших кучеряшки которых мне говорили что мне надо их убрать в общем сейчас я их найду и вам покажу в общем вот я их поймал они вот такие кучерявые и сейчас чтобы было хорошо видно я постараюсь вам показать их пальцы вот смотрите видите средний и крайний палец сросшийся и на этой лапке и на этой они такие родились и таких родилось очень много они уже вот такие большие то есть один петушок а вторая вот такая же вот с такими же пальцами и на одной лапке и на второй курочка то есть вот они ходят в общем дворе они какие-то длинные не такие как мамка мамка у них круглая они какие-то длинненькие но они растут хорошо я не помню сколько им возраст но петька еще не кукарекает ну по крайней мере я этого не слышал не знаю вот лежат гуси на яйца которые нас собирались за последние дни это до сих несется тоже гусенька которая где находит сама по себе а вон она и сейчас сегодня вечером я их отдам поросятам то есть в общем а эти малышки сейчас сами и думаю из шифера слетят цесар очки сегодня вчера принес высыпал мешок пшеницы просто вот так рассыпал по полу потому что нет смысла насыпать в эти кормушки потому что они они все равно выгребают так я сразу вот так рассыпал по полу и они вот уже можно сказать сутки собирают эти это зерно это пшеница ячменя цельного я не даю ячмень даю только дробленый цесарочки цесарочкам почти четыре месяца они уже достаточно крупные но я еще не не пытался разглядеть где ну то есть где самец а где самка но пока цесарки не обижают цыплят хотя цесарки такие что они могут малышню обижать ну то есть я имею ввиду кур но хотя они кур просто на данный момент не боятся они садятся на насест вместе с курами и он ведь он с цыпленком немножко цесарки конечно сами по себе так что не мешают не мешают они здесь посмотрим что будет дальше тот цыплю тот гусенок крылья у него вывернулись надо будет его убрать еще мне говорят что убери ту гусеньку вот эту саму на самом деле яйцо от нее мне не нужно даже когда будет сезон я не буду от нее закладывать а так она ходит мне на самом деле она поднимает настроение когда она орет на петухов которые топчут кур поэтому пусть ходит сама если вот это будет гусенок вот эту серенькую берем этого с крылом крылом тоже а вот этого беленька если он гусь будет мальчик то я его оставлю с ней а не будет тогда придется его убрать ну все вот такие дела эти слетать не хотят буду заканчивать всем большое спасибо за просмотр всем пока